Привет, друзья! Всё началось около года назад. Я безуспешно лазил по интернету в поисках стаффа игры, на которую в то время я тратил больше всего времени. Вообще, надо сказать, что с подобными вещами в нашей части шарика достаточно скудно. Я находил лишь немногочисленные овердорогие брелки, качество которых оставляло желать лучшего. Их наши ребята перепродавали с Алиэкспресс и ему подобных китайских сайтов. Еще реже я встречал людей, продающих самодельные брелки, но высоким качеством их поделки тоже не отличались. Тем не менее, я решил не отчаиваться и сделать подобный брелок своими силами. Вот такой щиток у меня тогда получился. Но сегодня я хотел бы показать вам, как делать более сложные брелки. Вообще, надо учитывать, что брелок, как год назад, так и сейчас, я делал в условиях тотального отсутствия подходящего инструмента. Посему, то, что попало под руку, тем я и пользовался. А попали нож для бумаги и такая незаменимая вещь, как зубочистка. Кстати, знаете, как правильно называется такой нож? Нож с цанговым зажимом. Основным материалом послужит полимерная глина, которую я затем покрашу в необходимые цвета акрилом и покрою лаком. Также понадобится проволока. Она послужит неким армирующим элементом в брелке и даст возможность сделать крючок для крепления. На этом с материалами все, и можно приступить к процессу создания. Первым делом я по картинкам из инета сделал себе небольшую шпаргалку. И как вы уже, наверное, поняли, это будет хекс. Но, скорее всего, это вы и так поняли по названию видео и превьюшке. После подготовки своеобразной схемы, из проволоки делаем скелет нашего хекса. Оставляя небольшой хвостик снизу, для крепления. Что-то такое должно получиться. Однако на рога пока забьем. Ими займемся чуть позже. Первым делом я лепил ручку хекса. В лепке у меня нетипичные не только инструменты, но и способы. Так, например, ручку я делал из двух слоев. Первый послужил основой, а второй довел форму до идеала и добавил мелких деталей. Уж не знаю, насколько этот способ правильный, но он рабочий. И лично мне сильно облегчает весь процесс. После ручки я приступил вот к этой детали. В принципе она легче и получилась у меня с первого раза. Однако самые потные еще впереди. Теперь необходимо сделать череп вот с этими рогами. Первое еще куда не шло, но вот с тем, чтобы сделать рога нормальными с первого раза, у меня возникли серьезные проблемы. Я несколько раз их переделывал, и в итоге у меня все-таки получилось что-то сносное. Теперь можно все это отправить минут на 15 в духовку, нагретую до 120 градусов, в моем случае. Так как все это зависит непосредственно от глины и духовки. Делая уборку, я наткнулся на свои старые недоделанные брелки и понял, что их время наконец-то пришло. Я решил их доделать вместе с хиксом. Сделал им небольшой пирсинг для креплений. Кстати, перед покраской я загрунтовал все брелки. Но это совсем не обязательно. Покраска дело достаточно кропотливое и требует терпения и аккуратности. Я использовал старые добрые акриловые краски и щепотку фантазии. Перед нанесением нового слоя краски необходимо дать высохнуть предыдущему. Это предотвратит ее размазывание. Затем по высыханию акрила остается лишь финальный штрих. Покрытие брелков лаком. С ним они будут выглядеть просто шикарно. После нанесения лака необходимо дать ему высохнуть. В моем случае это заняло около суток. Вот такие штуки у меня получились. Их спокойно можно повесить на ключи или рюкзак, например. А можно и просто держать дома, как некий сувенир. Если вам понравился этот гайд, то это замечательно. Чтобы быть в курсе всех новостей канала, подписывайтесь на мою группу в ВК. Ссылку я оставлю в описании. А новый гайд тем временем уже в процессе. Не скучайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова